Всем привет, друзья! Понедельник, 15 апреля Уже второй час Все, вот никак не могла собраться Пока я работала с утра Потом пришла, давай пылесосить Все пропылесосила Потом давай на кухне все эти шкафы Помыла, давно не мыла А завтра все-таки у нас гости В виде газовиков придут Плиту проверять всю плиту Пока промыла хорошенько все барашки Они же тоже все мараются Ой, короче говоря, не люблю Я сюда эту работу, честно сказать Пока вот здесь все тоже Брала, убрала, чтобы можно было К счетчику подойти, к котлу подойти В общем, тоже пылесосила, пылесосила Выявила недостаток пылесоса А недостаток какой? Там вот эти вот пылесосы Которые без мешков для сбора пыли У них Вот эта банка И внизу вот эта поролонка, значит Фильтр Ее нужно каждый раз промывать Вот Но мне-то на раз не хватило То есть у меня аж площадь-то больше Чем обычная стандартная квартира Я пока весь этаж пропылесосила У меня этот фильтр в конце концов Уже настолько забился Вот эта губка-то Что пришлось Ну, маломальски, конечно, пробежала Все равно, но он уже плохо сосал И пришлось мне, в общем, прекратить Вымыть губку Сейчас вот Когда высохнет все это дело Завтра уж до пылесосу, как говорится Вот А сейчас мы с дедом будем А что, перчатки я свои взяла чистые Будем Иду, иду Ох, наша королева там Вот Будем вот эти штуки таскать Это парник Он у нас уже готов Уже покрасили Даже, смотрите, как красиво Вот Он состоит из чего? Из четырех вот таких вот Как это называется? Щитов И сбоку у нас щиточки Причем этот Разборный он будет То есть его можно Не обязательно в эту теплицу ставить Можно будет потом Переставить хоть куда Куда захочешь Щитовой разборный Щитовой разборный, да Снутри, где навоз Оцинковка Да Дерево не касалось Дерево высоте Длиной он получается Четыре метра у нас И Два Высотой метр Да, высотой метр Но будем Немножко Длина четыре Да, общая четыре Я сейчас быстренько Поставлю камеру И возьмусь Поднесем Вот Вот они Эти щиточки Уже стаскали Три Остальные Вот сейчас один Притащим И будем устанавливать Покажу, что у нас получится Вот оно Это углубление То есть Примерно на сантиметрах На тридцать Мы его вниз опускаем Поэтому Нормально будет Сейчас Погодка вот такая Классная Смотрите, какое небо Ладно, потом все покажу Сейчас донесем Кладка вот такая Восторг Смотрите, давайте ãy subscribe Идеать Какое Сделано Сделано И Сделано Сделано И Сделано И Сделано И Подумал И Что Вот Я Сделано Во В Какую вот эти невысокие вы довольно вот если сравнивать с дорожкой он углублен то есть как бы удобно будет да не высоко что задираться не придется никуда и нагибаться надо в общем сама то самое то сейчас я вам попробую показать камеру если смогу установить а эти уголочки надо еще вот эти доски убирать из них тяжело пробить куда ты сюда уголка прислоняй уголки подлиннее а вот эти стоять так так пока поставлю так сейчас так 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 где внутрь где наружка боковые и и А это наружная, да? Вот так она будет стоять. Она у меня висит. Оп! Так. А так. Всё. И это сюда. И вторую сюда. Ну пока так постару. Перекрючи. Сядь. Несколько сказок. Так. Это наружная, да? А вот так вот это наружная? Да это наружная? А вот. С отцеповкой контактируется. Нет, а почему тогда мы так сошли? А почему мы так сошли тогда? Надо же вот так развернуть было. Ха-ха-ха. Я же поэтому туда и пошла. Ха-ха-ха. Ну бывает. Давай. Давай. Так. Так. Чего? Раз, раз. Раз, раз. О! вот такая шикарная тряпинка в которой не разворачивается нога отходи отошли собаки собаки отошли вот про брусок дед говорит надо сказать брусок пятидесятка 50 на 50 ну еще и покрасили его что дождь стоял вот ну вот уже все сейчас осталось все это собрать на болты купили которые все и будем заполнять перемычки деревянные по этим уголками тканью закрывать когда холодно в общем расскажу маленько сейчас еще как у нас ночь прошла да пойду в ограде прибирать потому что все это строили в ограде все на набросано и убирайте подметать надо и мыть потому что одни шейка тюк повезем этим все накончилось вот в общем как видите все нормально все живое здесь у нас вообще хорошо было тепло 16 градусов было ночью хотя был минус 7 короче одна значит один у нас погода 1 по телефону показывал что будет минус 4 другая минус 3 яндекс показывал минус 6 вот на самом деле был минус 7 друзья ночью в 4 утра вот где-то до часов до 6 здесь я просто двумя слоями тонкого агрила накрывала свои пионы капусты вот эту землянику все как как так и было короче нормально все пережила вот больше я переживала конечно за помидоры потому что там с вечера как оказалось коврик прогревает мало то есть вот он висит на стеночке да я надтянула не смогла вчера вам просто не успела показать как начну и сегодня уже убрала все само утро в общем я как я позатыкала вот за эту вот планочку ведь вот есть куда заткнуть привязала заткнула вот так вот а грил этот он трехметровый в ширину поэтому тут запасом у меня досыта хватило и получилось что коврик то внутри то есть он как бы грел здесь бока тоже опустила ткань все короче было запечатано видите столбочки вот этих палочки вчера понаходила чтобы не лежала ткань на помидорах вот вроде думала ну все у меня там коврик внутри все будет как у меня в парничке было думаю и будет также тепло как в парничке просто не для чего это говорю для того чтобы потом не писали ну вот видишь можно было палочки натыкать и не ставить парник и так и выращивать рассаду нет не получилось эксперимент не удался все-таки парничок это дело другое оказывается видимо то что утеплитель внизу и то что снизу я короче не знаю по какой технологии но тот же самый коврик грел но нагрел всего плюсом на 4 градуса короче к вечеру здесь было у меня в 10 вечера было всего 6 градусов при этом что на улице было 2 плюс 2 а потом представляете опустилась до минус 7 как спасли мы в общем посовещавшись вечером вчера дед говорит неси воздуходувку на один килограмм на тысячу этих киловатт и тогда на тысячу ватт но он короче на 2000 там две кнопки на этом воздуходувки у меня это рисанта у меня самые обычные воды фу вода нагреватель короче поняли да который дует теплым воздухом вот ночью его притащила розетку меня только здесь думаю выдержит не выдержит еще удлинитель она же иногда вот эта красная кнопочка вот это вот бывает что выключается если перегруз сети вот думаю блин вот так вот усну ночью и он у меня выключится и вообще тут все замерзнет вот ну поставила на одну кнопку на 1000 ватт включила значит и и это самое направила его как туда вот чтобы вот так вот струя воздуха туда шла вот здесь все тканью было вот так укрыто вот и это самое в общем-то спасли друзья в парничке в этом вот термометр этот же самый продрявила эту ткань опустила его туда вниз вот так вот посерединке он у меня измерял к на камеру смотрела его так вот подвесила вот тут все у меня видите вот час 29 градусов показать вот так он у меня подглядывал температуру здесь было в общем 5 градусов но не замерзли как говорится да холодновато но не замерзли ладно чё зато сейчас как им хорошо как им светло просто ликуют помидорки конечно и баклажанчики ликуют и перчики короче говоря все нормально но честно скажу спала очень плохо прям каждый час смотрела сколько здесь она знаете все снижалась снижалась так снижалась но вот ниже пяти потом что как-то стабилизировалась смотри на улице минус 7 здесь плюс 5 ну думаю ладно все можно спать и ну под утро часика два поспала короче говоря такие дела по сути конечно может и не надо было парничок убирать но опять в нем они уже сильно прям тянуться начали прямым солнца не хватало все-таки стенки закрывали ну ладно все пока все пойду я сейчас ограду мыть вот у меня еще одна помощница маленькая лиза и пойдем пойдем сейчас палочки все соберем которые они там напилили набросали в мешочек вот всякие железячки в другой мешочек потом надо будет все подмести то что навоз там на это натаскивали у нас телегу сегодня деда паша все метро забрал но у меня сегодня вечером уже клиент который берет молоко и предложил забирайте абсолютно бесплатно но кстати всем даю рекламу бесплатно но мешках не не делаю потому что мне нет времени фасовать это все мешки поэтому только в том случае если у вас есть тележка привозите тележку ставьте я вам бесплатно буду все лето грузить на вас можете весь участок удобрить вот наоборот только спасибо скажу потому что мне уже навоз по сути некуда девать так ну все пошла я розу накормлю эти сами какой беспорядок надо это все прибирать ладно розу кормлю и пошла за дело потому что у меня скоро работа уже мне полтора часа всего стоит пошла так ну что друзья вот так вот у нас почище стало причем уже рулон сена привезли сейчас уже вечер я уже отработала я уже лёшу досталась и мы едем за ефимом поехали в школу за ефимом в общем чё подмела целый мешок мусора намела в итоге вот потом попробовала помыла плитку но больше размочила надо будет еще домывать конечно чтоб цвет проявился все-таки за зиму накапливается всякая грязь на общем вот так вот ну будем делать еще до еще время есть но главное что сейчас чистенько у нас в ограде правда телегу опять поставить сегодня конюшни вот такие дела поехали за ефимом тепло оделась что я не знаю замерзла видимо помыла еще все таки не ли я набрызгала себе до колен вся мокрая была в общем промерзла и в итоге сейчас думаю шапку оттену холодно и кофту даже одела под куртку в какой-то разе так такие дела дальше тоже сегодня в летний уже оделся ветровочку говорит немножко поправился за зиму 4 ветровочка стала тесновато смотри говорю можно и новенькую заказать в принципе троечки тучи всегда нужны как говорится в хозяйстве можно менять ну что у нас такое лето что без ветровки нам никуда до 2 дня постоит тепло а потом опять холода я вот эту себе купила сушки ну не радует она это не продуваемая дождь не промокаемая хоть говорят ой не дышит не дышит все дышит в смысле что вы же не бегаете в ней понятно что если там для занятий спортом бегать надо то конечно она будет вам жарковато в такой ходить вон по магазинам сама то от ветра главное что не продувало да и все знаю у кого у каждого все и конечно ощущение кто-то сильно потеет допустим кто-то что в общем у всех свои ощущения кому-то жарко все время мне до конца время холодно так что мне нормально такая но я не знаю я тебе то наверно такую хлопку лучше закажу как ты привык вот что-нибудь поищем тоже сегодня смотрю штанишки уфимы все уже малые стали вот причем он их сейчас так хорошо носит что прям до дыр на коленях изнашивает до конца в общем то не так быстро растет и как раньше что почти новое приходится убирать что малое вот так что можно в принципе брать но что-то не знаю на вайлберис посмотрела цены бешеные на детские штанишки кто там машет умудряется упорно такие дела погода так-то хорошая но вот и все равно как-то сегодня еще пока прохладно знаю ночью что будет не смотрел прогноз то кто там у нас идет и мачка в новой шапочке да ты чё-то последний идешь сегодня так и и 1 я понимал 3 хода стулья хуй бедненький работать тебя заставили больше других ахахахахахахахаха ну там был ну донелся с арсением ага ну 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 не поднимались понятно баловались больше да ну молодец ты видишь какой ответственный рассказали поднять поднялся да хоть и все ушли хи 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 ну ладно купим тебе сейчас чё-нибудь за это вкусненькое хочешь вкусненькое или попить хочешь просто хочешь ладно у булочка хочешь хи 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 ну ладно а кстати там внушительница внеш απ Laureten там уже нет и может там затевать жалюзи не свечат сейчас у тебя? да ну я вам сказала что они просвечивают и на собрании ну надо будет сдать деньги, чтобы купить новые жалюзи новые покупать будут, да, в классе? все пойдет сдать деньги на шторы, да? на жалюзи как в анекдоте, да? ну ладно, мы сейчас верно и за хлебом заедем и домой так, ну что, друзья у нас 9 часов уроки делали сейчас едят вот такое блюдо я тоже что-то себе поджарила на них глядя давно яйцо жареное не ела вот, а так устала корову подоили, все прибрали в общем, все нормально так-то стирку вон стираю сейчас досушиваю уже сушку запустил что еще? фима уроки закончил Фадий что делает? вот, Матвей тоже вроде сделал все уже ушел наверх а, Матвей ездил еще на стрельбу он уроки еще делал до стрельбы точно после стрельбы он не делал потому что вот почти 8 было они с дедом приехали со стрельбы вот такие дела такой вот день сегодня много работы переделал много считай все прибрала да, и в ограде прибрала и дома прибрала здесь хоть один этаж но все равно вот дед сегодня ладно, мне обед помог приготовить он и первое, и второе сделал пюре с подливом сделал и суп сварил в общем, все было поэтому я сегодня смогла так много переделать уборочной страды моей страда у меня уборочная была сегодня ну ладно в общем, все телегу там привезли Леша пошел сейчас ее расположит как ему удобно и машину загонит и все тоже пойдет монтировать поэтому сказал доснимай ролик вот я и доделываю дела со своей ладно, вроде бы больше ничего сегодня интересного не было не вспомню сейчас уже теплица закрыла сейчас коврики включила вроде как плюс 4 сегодня будет будем надеяться что все нормально не стало никак не укрывать ничего просто вот там парничок включила здесь теплицу включила в общем немножко подогрев есть но так буквально градуса на 2 и все ну вот этот-то я имею ввиду теплицу а в парничке там конечно же варьи да и боже если такая плюс 4 ночи будет там все 20 с лишним будет ну ничего скоро скоро этот парничок разберем если сейчас погода настроится то будем конечно высаживать уже наши помидорки на постоянное место уже потом будем полностью теплица если что подогревать так бы знать пока до середины мая чтобы были больше сильных морозов было вообще здорово ну ладно все давайте в общем до завтра всем пока 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 Субтитры создавал DimaTorzok